Добрый день всем! Мы продолжаем читать книгу Равашкина Зима нету «Стание евреям». Интересно, что у этого термина «Еврея» есть разные комментарии, разные подходы, но некоторые комментаторы понимают это по-другому, не относят это к корневой сущности еврейского народа, откуда он растет. Но «уманиту» это очень важный термин, он связывает его с сущностями, которые начинают еще с Севера, через которого переходит миссия, которую мы видим с начала времен, миссия исправления мира к еврейскому народу. И мы все время в последнее время прослеживали две династии, династии Шета и династии Кайна. Эти две династии, собственно, символизируют нам две тенденции в мире. Одна тенденция к тому, чтобы к разложению, к ухудшению, к разрушению мира. А вторая тенденция – это тенденция к отрыву от мира с другой стороны, к возвышению, но они не могут существовать параллельно, независимо друг от друга. Главная мысль мы не то, что на тех, на кого возложена миссия исправления, они, прежде всего, должны исправить человечество, должны исправить не только себя, но и тех, кто заблуждается. То есть на примере династии Кайна и Шета мы все время видим неспособность выполнить свою миссию. Кайна и его династия не способны к исправлению мира и к исправлению себя, а потомки Шета не способны на них повлиять, не способны их воспитать. И иногда даже представляется, что потомки Кайна – в них, собственно, фокус, на них сосредоточено цель творения, когда они исправятся, то вообще мир придет к миссии, и все будет хорошо зашелись. Но пока потомки Шета терпят неудачу, этого не случается. Второй вопрос, который остается немного непроясненным, и, может быть, тоже не так уж важно его прояснять. С одной стороны, мне тут всегда подчеркивает, что в каждом поколении, на самом деле, есть потенциал исправления, полного исправления, прихода миссии. Каждый будет это сделать. С другой стороны, он говорит часто о том, что невозможно привести миссия раньше времени, когда человечество к этому не готово. То есть оно не готово, просто потому что не готово, мы не всегда в состоянии это исправить. Ахша сейчас, мир сейчас, миссия сейчас. Иногда нам очень хочется, что случилось сейчас, но время – это фактор, который очень сильно влияет на наши возможности. Вот мы говорили про эти две силы, которые выражены в Танахии, скорее проявляются в двух династиях, но, вообще говоря, они проявляются и далее в истории, и в жизни каждого человека. Мы вот тут остановились на этой точке, когда из истории Ханок из потомков Каина потерпел неудачу, Ханок из потомков Сета потерпел неудачу. Один потерпел неудачу от слишком большой нечистоты, а другой от слишком большой чистоты. Однако в области воспитания потерпели поражение они оба. То есть воспитание – это не только… Оно зависит не только от воспитательного воспитания, но и от способностей людей к диалогу, к общению, взаимодействию правильно. Интересно, когда мы жили в Байтеле, и у нас было какое-то… Я думаю, когда дочка выходила замуж, есть семь дней благословения устраивать трапезы, и после свадьбы в субботу вся семья собралась в Байтеле, и я там сказала краткое… Краткое квартуро, оно как раз приблизительно… Ну, слово Тарык… Приблизительно об этом и было. О том, что свойство человека или погружаться в землю, воспарять к небесам. И даже в таком месте как Байтель, в котором как бы стоит лестница, которая соединяет небо и землю, мы видим ту же самую картину. Это так в видеотступления. Только в нашем проекте Абраан эти две силы объединяются. Не случайно… Включи, пожалуйста, текст. О, извините, опять я забыла. О, есть. Только в нашем проекте Абраан эти две силы объединяются. Конкретный пример этого мы находим в недельном разделе… в Сарапе и Сарапе в описании переговоров между Абрааном и Фроном о покупке пещеры и поля для захоронения Сара. Пещера Махпела – это место, где были похоронены Адам и Хаба. Традиции? Нигде это не сказано, в Сарапе, но мы так все это знаем. Эта пещера красной нитью проходит от Адама через все поколения до эпохи, когда в земле Израиля господствуют ханаанцы и хет. Хет – это мы знаем из истории. Происходящий от корня Каин. Ну, опять, да. Какой Каин, вроде бы? Все поколения уже ведут свой счет от Ноха. Вся генеалогия происходит от него. Мы уже поняли, что это символы, что, на самом деле, все эти свойства сохраняются и после потопа в человечестве. И есть поколения, есть те, которые следуют народу, скажем так, и люди, которые следуют по стопам Каина, являются его духовными потомками, скажем так. А есть те, которые духовные потомки Шета. Братец Абраам, происходящий из корня Шета, настойчиво старается приобрести именно эту пещеру, потому что он должен идти тем же путем, хотя и в противоположном управлении. То есть пещера находится в руках неицов, скажем так, и они идут в одном направлении, спускаются. А он хочет эту пещеру получить, потому что это знаковая пещера, а не просто так. Она очень много значит. Она связана с Адамом, с первым человеком, с целью творения. И он хочет, чтобы она стала его. И поэтому из этой точки он хочет подниматься, а не спускаться. Он должен идти в противоположном направлении, чтобы поднять человечество из его низкого состояния. История спускалась от Адама до НОХ и достигла своей самой низкой точки во время потока. Да, еще прошли поколения после потока, но не произошло большого подъема после потока. Человечество остается с теми же проблемами, что было. Буква А – это внутренность буквы Али. Я пыталась это нарисовать, но у меня не получилось. Так что поверьте, Раву, что он так говорит. Если мы возьмем… На самом деле, всегда у букв есть, это очень интересная каббалистическая идея, что у букв есть два пространства. Одно пространство внутреннее, а другое пространство наружное. И у них есть разный смысл. Там, где те книги, те сочинения, которые толкуют смысл букв, в зависимости от их формы, они безумно сложные и понять их очень трудно, но такое существует. Это очень важно. Замечу в скобках, на самом деле, интересная такая вещь, что буквы действительно связаны со смыслом, который они несут. Но есть вопрос такой, в древнем мире, в древнем Израиле. Буквы выглядят по-другому. Это называется… Был финикийский алфавит, близкий к нему старый еврейский алфавит. Они выглядят по-другому. Кто сделал теперешнюю форму буквы? Это Эзра. На промежутке времени, после древнего Израиля до Эзра, в персинский период, во всей территории, которые пользовались этими буквами, этими алфавитами, буквы изменили свою форму. Он приглашал наш алфавит в соответствии с тем, как было принято международно во всем мире. в Сирии. И тут стоят вопросы. Как же мы толкуем, если это новидение? На самом деле, есть в Талмуде большая дискуссия, как это было на самом деле. Может быть, Тара на самом деле была дана квадратным счетом, а потом он стал не квадратным, а потом вернулись к квадратному. Это, в общем, много разных идей и объяснений есть, как же это так. Но я слышала от одного Урала объяснение, что это закономерно. Когда меняется культура, когда меняются смысловые значения вещей, буквы тоже меняются, начинают нести другое послание. То есть форма букв, она гибкая оказывается, она не просто сама по себе, она еще меняется с изменением культуры. И это интересно само по себе, но мы относимся с тем буквами, которые есть у нас сейчас. Это то же самое, можно сказать, и про почерк человека, что он отражает как-то его индивидуальность и про разные шифты, которые мы видим в книгах, они тоже несут в себе какое-то сообщение. Поэтому форма букв – это очень важная вещь, и на этом я закрываю отступление. И тот раб говорит, что буква Айн – это внутренность буквы Алиф, как объясняется в книге Шнейла Ходобри. Сложно. Спуск происходит от Алифа Хань, от Света. Слово Ор пишется через букву Алиф, в коже. Слово Ор пишется с буквы Айн. До греха одежды Адама был Свет, а после греха, когда он упал со своего первоначального уровня, он получил одежду из кожи. Есть замечание, известное из Халмуда слова, и сделал Бог Адаму и жене его одежды кожи, и нашли потом, видимо, после смерти уже, нашли, что в Таре Рабе Мере было написано «Одежда Свет». И тоже по этому поводу в Халмуде есть утверждение, как-то так, он переписчик Тары. Известно, что были другие еще случаи. Халмуде когда упоминает, что он писал Тару, когда-то он попал в какое-то место, курим, что не было свитка эстет, только он написал «Светок эстет». И это читать его в «Куре». Как же он мог вообще изменить одну букву в Таре? Это как бы нереально. Обычно он комментирует так, что на полях он написал в качестве комментариев, для того, чтобы намекнуть на то, что вот именно на то, о чем говорит Рабушка Нази, что изначально люди были гораздо более духовные, а потом произошел спуск. То есть не то, что они на самом деле у них были одежды. Раби Мейр, на самом деле, это необыкновенный такой Танай, то есть мудрец Халмуда. Недавно как раз была, как называется, Ирюла, именование Раби Мейра. Он называется Раби Мейр. Да, у нас даже обсуждалось в наших чатах, как же так, его называют чудотворцем на русском. Называется Пааленес, который мог как-то иногда в определенных условиях приводить к тому, что происходили чудеса. Это, так сказать, само по себе интересно, но в другом месте написано, как раз про Раби Мейра, что, конечно, от Раби Мейра у нас Мишна обычно. Есть много разных источников. Кроме Мишны есть еще Тасевта, есть еще Гебарань. Есть много всякой традиции, помимо той традиции, которую Раби Мейра в Мишне идентифицировал. Но основные Мишны, они все по Раби Мейру. То есть Мишна, если не сказано иначе, обычно это Раби Мейр. И не всегда закон Галаха идет по Раби Мейру. Если есть у него разногласия с другими мудрецами, то, если их много, а он один, то, безусловно, закон по другим мудрецам. И спрашивают, и в Талмуде разъясняется, что Раби Мейра, на самом деле, был всегда прав. Он, может, все все знал. Почему же мудрецы не соглашались с ним? Они не могли постигнуть глубины умысла. Если бы это что-то, у меня есть склонность к отклонениям от темы. Извините. Однако здесь направление противоположно. А где здесь? У Авраама в Кабале говорится об Эфроне Бен Цохоре. Это прах сын света. А Эфрон, его имя производят от слова Эфер. Да? Прах. Бен Цоарь Цоарь – это как бы светильник. То есть свет Пор сначала превратился в пепел. Эфер. Добавление буквы Пэй в середине слова. Если мы добавим Пэй в середину между Алиф и Рэйс, получится Эфер. Из света получится пепел. Пепел. А пепел стал прахом. А Фар, получается, если мы заменим букву Алиф на букву Айн, это на самом деле очень, очень меня, например, всегда путает. Потому что пепел и прах – это очень похожие вещи. как бы. И тут Айн там Алиф, я всегда путаюсь, каждый раз думаю Эфер – это с Алифом, а Фар – это с Айном или наоборот. Ну, в общем, пепел стал прахом. Эфрон стал прахом. А тогда Абрам говорит в начале своего прощения «Я прах и пепел» – это исправление. То есть он сначала прах, а потом пепел. Пепел – это как бы ближе к свету уже. То есть это, конечно, еще не свет, но ближе к нему. Это исправление. Он спускается до праха, забирает эстафету из рук Эфрона Хета, хозяина участка, где находилось захоронение Адама. И это захоронение является точкой соединения начала и продолжения истории во времени и пространстве. и начинается подъем в противоположную сторону. То есть это потрясающее понимание значения пещеры Махпелла в нашей истории. И становится понятно, почему так многие евреи так упирались и так много вложили в то, чтобы жить в Хевроне, молиться в пещере Махпелла, несмотря на то, что это арабский город. Тем не менее, они нам известно, что евреи селились в Хевроне, и в 1929 году, время погрома, они оттуда ушли, и с возвращением Иудея и Шамрона возникло желание снова заселить Хеврон. Но это длинный процесс, и он идет не очень быстро, но все-таки есть еврейское поселение, еврейские дома, еврейские общины в Хевроне. То, что она там есть, это внушает осторожную оптимизм. О подъеме в противоположность. Ишера Махпелла, это место, где были похоронены Адам и Хава, это место в истории Китая. Это то, что мы прочли, да? Нет? Это место в истории, седняющей Адама с тем моментом времени, когда ханцы и Кеты, потом Китай, господствуют на земле Израиля. У нас тоже похожая ситуация. Что-то другое господство здесь, или господство, тем не менее. Крайца Враам, потом Акшета приходит и хочет купить именно эту пещеру, потому что он находится в том же духовном пласте, но в противоположном направлении. Человечество, которое спустилось от первого человека к Нофу, в самой низкой точке дошло до потопа, а оттуда с помощью Авраама начинает подниматься. Таковы два направления. правильное соотношение между которыми должно найти человечество. Нисходящая линия идет от Адама до Ифрона, потом Каина, а восходящая линия начинается с Авраама и доходит до Маше, сына Давида из рода Шефа. На протяжении всей истории этих двух родов от Адама до Авраама с нами происходит только неудача. В династии Каина рождается и Рад и Ханох и они терпят неудачу в зону спуске. С другой стороны, в династии Шета есть Еред и Ханох и тут есть замечание Рабошкиназе объясняет здесь, почему вроде Каина Ханох рождается раньше Ира, а в династии Шета Еред раньше Ханох. Там есть логика. Сначала был Ханох, который мог бы научить свой народ, но потом происходит своя династия, потом происходит спуск. А в династии Шета сначала происходит спуск, и Ханох пытается что-то исправить, но у него тоже не получается. В остальных именах мы видели, что есть параллель между именами той и другой династии. это те самые две силы, которые действуют в каждом человеке. Мы уже дошли до того, что они действуют в мире, они действуют в каждом отдельном человеке. То, что символизируют эти две династии, эти два родословия, это то, что есть в каждом человеке. При потопе они совместились. Если жена Ноаха была из потомков Каина, то дальше все человечество, мы потомки, так что это так. И и Каина, и вопрос, что в том, какую силу мы в себе развиваем. В каждом народе и в истории всего человечества тенденция к падению оказывается слишком быстрой, а тенденция к изоляции и отделению слишком сильная. мы все сталкиваемся с той же проблемой. Плохие они ухудшаются, а хорошие хотят отстраниться, не хотят с ними иметь бороться с или воспитывать. Все это очень сложно. Поэтому не хотят жить на вершине голой, писать простые и иметь связи с материей. Обе эти силы приводят к неудаче в области воспитания. Но время способствует умножению возможностей для падения и усиливает риск для того, кто находится наверху. В то же время увеличивая вероятность исправления для того, кто находится внизу. Очень странная такая штука, я не очень понимаю, но, видимо, он имеет в виду, что есть много возможностей. Время создает каждый раз какие-то новые возможности и новые варианты. Она открывает перед нами все время новые двери. И они открываются как для тех, кто сверху, вроде Ханоха, которую Бог взял, чтобы он не издвигался вниз. Оказывается, что тот, кто очень-очень высоко поднялся, он легко падает. Есть в том, что это. И, наоборот, открывается много возможностей для тех, кто внизу. По этой же причине и в сармом народе Израиля на протяжении всей истории случались явления ложного мошехизма, когда различные воспитатели в кавычках пытались перескочить через измерение времени и истории, чтобы принести искупление в мир, еще не готовы к этому. Еще раз говорят о том, что есть такая ситуация, что мир не готов. А эти, которые очень высоко воспаляют, которые меняют себя спасителями, они не в состоянии оказывается воздействовать на мир по-настоящему. стоящие. Я не хочу ни на кого не метаться. Но всякие лозунги, что вот завтра наш новый мир построен, сколько бы страны они не произносились, они всегда сомнительны. если человек не понимает, что суть времени и продвижение про божественные мельницы, которые мелят медленно, и пытаются перескочить, то успеху он не добивается. и поэтому ложные мессии, они ложны. Многого не понимают в божественном. То есть не отрицают то, что нужно бороться за продвижение, что надо пытаться воспитывать человечество, что надо совершенствоваться самим и изменять мир. Это все важно, да. Без этого мы никуда не продвинемся. Но верить в то, что на самом деле это не противоречит, я думаю, тому, что Мамонит говорил, что он верит в приходы мессии, несмотря на то, что он задерживается, я каждый день его жду. Это ожидание каждого дня, готовность ждать, сколько бы ни потребовалось, это правильный подход. А мне желание сегодня все перевернуть мир. То есть желание может быть, но претензии на это они обычно нет. Ну, в общем, на этой точке книга заканчивается. И во втором томе мы будем обсуждать ноха, потоп и все, что к этому привело. а дальше у нас есть несколько приложений. Два приложения. Одно приложение называется «Тара отца» и «Тара учительство». Это очень важно для Мамонитума. Вопросы касались и при чтении книги, но отдельной главой поставила здесь Гавриэла. и она пишет это приложение основанное на записках Рава Мейера Альфаси, в которой он составил со словом Рава Ашкинази во время его болезни, примерно за три месяца до его смерти. Представляет собой конспект, на основе которого предполагалось потом написать статью. было опубликовано там. Так что мы сегодня начнем читать это, не знаю, закончим, думаю, не закончим. Это статью, которую потом много отредактировали. Это промо, а по поводу того, о чем мы говорили раньше, я бы рада была, если бы вы высказали собственное мнение или вопросы или возражения. Остается непонятным, как определить, готов мир или не готов. То есть вот то, что мы читали, как будто такой вывод, что надо ждать, да, Маше. Хотя активно, да. Потому что такой вывод, что надо искать пути воспитания человечества. это то, что возложено на еврейский народ, на все прогрессивные человечества, скажем так, на всех тех, кого можно причислить в династии Шетер. Это, возможно, большая часть человечества. в какой степени и как это, если бы мы знали, мы бы это сделали. Мы пытаемся, но не всегда успешно. и как различить между теми, кого можно воспитать и кого нельзя, и что нам делать с теми, которые не воспитываем. очень много вопросов. да, спасибо. Может быть, есть еще у кого-то вопросы, комментарии? на самом деле, вопрос очень хороший, потому что, действительно, я все время сталкиваюсь с тем, с одной стороны, Рав говорит о том, что это возможно. Всегда возможно. Вот Ханов не смог и это, не смог и это. Почему мы не можем? Мы не смогли. Что-то важного мы не понимаем. И не можем это одним прыжком перепрыгнуть через эту пробу, получать. Это во всех делах творения мы видим, что, да, земля пыталась и не вышла сделать то что. Где здесь божественное предопределение, где здесь свобода воли земли, очень трудно сказать. Но это факт. Вот и сейчас то же самое. Евреи ждут Машеха, а Машех ждет народы мира, да, как мы здесь читали. Да. И ну, они сами как бы, мы мы, у нас есть все-таки задача на них влиять. Как влиять? Это очень сложно. Мы влияли и так, и сяк. И сейчас мы в каком-то таком непонятном положении. Хотя всегда много непонятных положений. Но судить о том, что мы сделали правильно и неправильно, в нашем поколении будут лет через 100-200. Потому что все это видно только на расстоянии. Был разрушен фрам через несколько поколений, много поколений. Мудрецы сказали, почему он был разрушен. Первый фрам, второй фрам. Сказали пальцы. Но каждый раз другие задачи, другие проблемы. Не всегда очевидны, в чем именно проблема. Давай тогда ты почитай, если ты не против. Тора Отца и Тора Учителя. Сказано в Талмуде. Какое благословение следует произносить? Следует произносить, осветивший нас своими заповедями и заповедавший нам зажигать свечи хануки. А где нам это заповедано? Раф Авье сказал, выводит это из стиха, не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Раф Нехемье сказал, из спроси отца твоего, и он расскажет тебе старцев твоих, и они скажут тебе. На первый взгляд того стиха, который приводит Раф Авье, достаточно. Этот стих представляет общепринятое мнение в соответствии с верой мудрецов. Что же нам добавляет второй стих, который приводит Раф Нехемье? Раф Бутнер объясняет, что специфика праздника хануки в том, что греки хотели отделить народ Израиля от Тора, а не только Тору от народа Израиля. Отношения между народом Израиля и Торой состоят не только в том, что народ тщательно соблюдает законы Тора, но и в том, что народ содержит в себе эту Тору. Это народ, который сам по себе Тор. Это подчеркнуто в молитве о чудесах, которые произносят в Хануку. Стереть в них память о двоей Торе. Это цитата из добавки на Хануку. «За чудеса», и так далее, что хотели с нами сделать, стереть в нас в Анну. А, это греки хотели стереть. Да, тут, наверное, в комментарии это написано, да? Такая формировка в версии восточных общин, а в Ишкинаске заставить их забыть. «Ашкихэм» у нас. Вау. А я даже не знала, что у Сефардов по-другому. Это большой смысл, да? Хотите, чтобы я потоплюсь? И это же подразумевает Медраж, в котором сказано, «Напишите на роге быка, что нет у вас доли в Боге Израиля». А это тоже греки так говорили. Это греки, да, по Медражу, да. «Нет у вас доли в Боге Израиля». «Греки не возражали против того, чтобы в Израиле была религия, похожая на другие религии. Однако связь с Израилем с Торой не похожа на другие религии. Она от Отца, а не от Учителя. Тора Отца – это Тора, запечатленная в душе детей благодаря Отцу. Мы молимся Богу наших отцов, а не Богу Отца, и не даже Богу Муше, Учителя нашего. Поэтому в Гморе в дополнение к объяснению «Не уклоняйся!» потребовалось еще одно объяснение, чтобы подчеркнуть эту особенность Ханаки. «Связь, основанную на стихе, спроси Отца твоего, и Он расскажет тебе, старцев твоих, и они расскажут тебе». То есть ту связь с праотцами, с началом и основой народа и с Торой, которую греки пытались искоренить. Отступничество начинается с замены Бога Отца на Бога Учителя. Все секты начинались именно так. То же самое произошло и с христианством. Оно также заменило Бога Отца на Бога Учителя. И сказано в книге Кузыря, Бог Авраама Ицхака Иакова, как сказано в стихе, вспомни Авраама, Ицхака и Израиля, рабов твоих, а не Бога-философов. То есть это разрыв связи, когда нет передачи из поколения в поколение, а есть учитель какой-то, который не родственник, или там книжка какая-то, на самом деле это как бы тоже, это обобщение такое. Это не говорить конкретно, он может быть тоже еврей, и ученик рабина, и может быть сын, папа его был рад, и что-то его учил. Но когда он становится философом, когда он приглашает себя учителем, он как бы начинает новое учение. Мы говорим об обучении маниту, а для маниту очень важно, что все, что он преподает, он берет из традиции, раскрывая дополнительные смыслы, которые там содержатся. А учителя, то есть как бы мы могли бы увидеть здесь противоречие, ты же раб маниту, учитель, и ты не отец, ни дедушка, ни прадедушка наш. Он собирал огромные аудитории, его все буквально все выходы из Франции, которых не встречаешь, религиозные, не религиозные, какая-то связь маниту у них есть. Или он учился, или его жена, или его дедушка, неважно. То есть это понятие, это не факт. То есть отец может стать учителем, и учитель может стать преподавать себе Тору отцу. Вот в этом разница. Например, есть такое вообще в законах, такое правило, человек, когда читает молитву, он иногда отвлекается. Ну, бывает. Он читает, думает о том, что он читает, и вдруг вспоминает, что забыл ключи от машины. Не знаю, бывает такое, рассказывает. И спрашивается, когда молитва недействительна, если он не сосредоточился достаточно на тексте, когда он эту молитву читал. На самом деле, по Галахи ты мог мечтать о чем-то другом всю молитву, не нарочно, это просто такое свойство человеческого мозга, что он отвлекается. Трудно быть сосредоточенным. Но если ты не был сосредоточен на первой благословении, Бог Авраам и Сакия Копса, тогда она не считается. То есть, это корень всего. Корень нашей веры, корень нашего связи со Всевышним, с Тарой и так далее. И это называется Тарацио. А учитель, вдруг становится кто-то, у него появляются какие-то собственные идеи, и он начинает. Начинается новый сект. И это происходит постоянно. Сын тоже может говорить, что он получил это от какого-то учителя. Такая традиция, но если это говорить, он может, но если это неправда, то тогда это не так раз. Да? Господь сказал Муше после гнева, стул на одной ножке, тем более. Это кажется странным. Разве Муше не потомок Абрама Ицхака Якова? И что изменится, если сделать Муше великим народом? Ведь и этот народ будет из потомков тех же праотцов. И следует объяснить это так. Абрам Ицхака Яков праотцы, а Муше учитель. В соответствии с мерой суда, народ Израиля нужно было стереть, упаси Бог, и основать религию, потому что народ Израиля потерпел неудачу. Однако Муше понял, что творец не хочет разрывать свою связь с праотцами. И это сказано против церкви, которая хотела заменить народ Израиля как народ на собрание Израиля, как религию. Это начало отступничества, потому что помещение учителя на место отца называется сектанством. Минута. Крестьянство взяло учителя и назвало его отцом. Это ярче выражено у католиков, которые не вступают в брак. И поэтому у них прерывается преемственность от отца к сыну. То есть, их священники они вступают в брак. Да. Ну, как бы они носители традиции. Опять же, это как бы, я думаю, символизирует то, что у них нет преемственности. Не то, чтобы она совсем не была, но это их подход. То, что священник не имеет детей, это принципиально. И это, оказывается, действительно символизирует то, что это не та тура, которая переходит отца к сыну. Да. То есть, они этот разрыв связи сделали принципом. Ага. Точно. Очень красиво сказал. Всегда есть опасение, что пославший будет забыт. И останется только посланник. В своем комментарии к пасхальной Агаде Виленский Гаон отмечает, что Муше ни разу не упомянут в Агаде. И объясняет слова автора Агаде. Я, а не посланник. Посланник это Муше Рабейн, наш учитель. Потому что есть опасность ошибиться и сказать сей муж Моше, который вывел нас из земли египетской. Моше нас вывел, а не Господь. Святой Орахаим пишет, что было обещание привести поколение пустыни в землю Израиля. Но исполнение этого обещания зависело от веры людей в то, что именно Бог вывел их из Египта. Это повторяется в Писании еще несколько раз. Исполнение каждого обещания народу Израиля зависит от веры в то, что именно Бог их спасает. Это несколько напоминает нынешнее положение народа Израиля. Господь привел нас в землю Израиля, но многие не верят этому. В Медраше объясняется, что Всевышний сам соберет и сам рассеян из десяти и не будет и не будет и не будет этого больше. Однако разгладят перед ними Всевышний и сделают их дорогами перед ними. Говорит Всевышний, есть Хупа, свадебный балдахин, для которой нет невесты. В связи с этим Маймонит пишет, царю Машеху предстоит прийти и вернуть царство дома Давида, как прежде, и строит он храм, и собирает отдаленных Израиля из рассеяния. Разве можно себе представить, что храм будет построен еще до того, как народ Израиля будет жить на своей земле? Но нужно понимать так, что есть два этапа. Сначала нужно построить государство, и это делают евреи, а на втором этапе собирают изгнанников, это десять колен. Собирание рассеянных это знак, что пришли времена Машеху, и Господь сам собирает их. Поэтому грешат те, кто говорит, что это сионизм привел народ в его землю, а не Всевышний. Рав Цвиуда Акоэн Кук был решительно не согласен с мнением Ахат Аама, который утверждал, что согласно Маимониду Машех соберет рассеянных. И поэтому то, что мы вернулись в Израиль еще до Машех, якобы противоречит словам Маимониды. Рав Цвиегуда ответил, что Маимонид был прав. Не Машех собирает рассеянных, однако всякий, кто не ждет его прихода, отступник, поскольку это один из тринадцати принципов веры. Это разъясняется в следующем стихе. «Тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих и смилосердится над тобою, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой». Грех поколения пустыни был в том, что народ не поверил, что именно Бог вывел их из Египта, а не Мушех. И этим объясняется, почему Тора так много раз повторяет, что Бог вывел нас. Тот, кто верит, что Муше вывел нас из Египта, настоящий отступник. Отношение к учителю как к религиозному руководителю или как к руководителю народа, чревато серьезными последствиями для будущих поколений и для связи между разными частями народа. Возьмем, например, Короха и колено Леви. Грех Короха состоял в том, что он считал себя равным Муше по уровню в роли учителя, тогда как Муше представляет праотцов. И в этом случае была опасность, что колено Леви решит создать отдельную общину среди сыновей Израиля. В разделе Баалотха сыновья Израиля встречаются пять раз в одном стихе. «И отдал я левитов и сыны сынов Израиля, отданы они Арону и сынам его для исполнения службы для сынов Израиля при шатре соборном и для искупления сынов Израиля, дабы не было среди сынов Израиля мора при приближении сынов Израиля к святилищу». Комментарий Раши на этот стих говорит, чтобы сообщить им о своей любви. Однако, простой смысл стиха указывает на то, что левиты предпочтительнее сынов Израиля. Объяснение в том, что святость колено Леви происходит от сыновей Израиля. Нет никакого предпочтения колено Леви без любви Бога к его народу. Левиты, а также коины, священники и первенцы отличны в том смысле, что они избранная часть, неразрывно связанная с целым, и не в том, что они отделены от общины. И поэтому эта часть это квинтэссенция общины. Это наглядно демонстрирует, что весь Израиль братья, которые все произошли от одного отца, от братца Авраама. При этом Левиты находятся в основании сферы, в центральной ее точке, а центр сферы это вся сфера. Мне кажется, тут модель, которая в каком смысле подходит и к евреям, поскольку вы будете мне коэнами, да, священниками, кажется, священником, да, и всему человечеству. То есть это общая такая схема, когда священники, они представители Израиля, они, собственно, без Израиля у них нет никакого смысла, то же самое. Израиль, они как бы представители человечества, а без человечества у них нет никакого смысла, если я правильно понимаю. Ну да. все это проистекает от начала творения. Тайна Цимцума, редукция божественного света, состоит в том, что в Ршиму буквально впечатление, то, что остается в том пространстве, предназначенном для сотворения мира, после ухода оттуда божественного света. И в этом Ршиму есть все, что есть в СОВ, в бесконечном свете, в аспекте Ршиму. То есть тот самый свет, который был до Цимцума, и его Ршиму, это корень душ Израиля. С другой стороны, корень Игулим, кругов, находится после Цимцума. И поэтому в Ршиму, являющемся корнем этих душ, есть самобытность, которой нет в Игулим. И хотя число Цимцумов бесконечно, это не добавляет и не умаляет свет Ршиму. Мир Олам, пребывающий в сокрытии, на Илам, однокоренное слово СОВ. Давай остановимся на секунду. Это уже немножко дальше. Просто это довольно, вдруг, такое резкое отступление для тех, кто понимает в хобале хотя бы немножко, и тех, кто понимает значение этих слов. Но, может быть, стоит объяснить, что это такое Ршиму, и что такое Цимцум, если есть потребность. или все присутствующие знают, о чем идет речь. Нет, Ршиму, и Эйнцов, и Цимцум, наверное, все знают. А вот это вот, как все, что между ними происходит, это уже как-то сложно. Ну, я понимаю, что ты знаешь, Андрей, но я просто спрашиваю других, или тех, кто будет смотреть на наши, может быть, занятия. Ну, просто, что, конечно, этого посвящены очень длинные, несложные, капиталистические кроктаты, но, как бы, может быть, попробуем объяснить простыми словами, если что-то будет непонятно, или я где-то ошибусь, тогда, может быть, меня поправит Андрей. Есть вот, во-первых, тайна Цимцума, потому что до конца понять, что такое Цимцум, мы не в состоянии, поэтому очень часто употребляют его сочетание тайны Цимцума. Редукция, называется, болезнь на свет. То есть, на самом деле, как это назвать на русском языке, довольно сложно, поэтому пользоваться словом при переводах часто Цимцум. Почему возникла вот эта картина Цимцума? Общая картина такая, что Всевышний находится всюду, и везде, и всегда, во всех мирах, во всех духовных, и физических. То есть, нет места свободного от него. И если он находится, это бесконечный свет, как это называется, Орен Су. Если он находится всюду, то нет места ни для чего другого. В нем есть все. То есть, мир, в котором есть недостаток, не может существовать одновременно с Божественным светом. в одном и том же пространстве, условно пространстве. Есть в этом какая-то безогласованность, и поэтому каббалисты описывают нам создание мира, творение. Первый этап творения это освобождение вот этого цинцума, то, что Бог освободил какое-то место для творения. В некоторых каббалистических подходах это, может быть, всего лишь точка. То есть, цинцум заключается в том, что он выбрал какую-то точку. до этого все было равномерно. Всюду был один Божественный свет. Никаких направлений, никаких, все было однородно. Все однородно. Ну, этого мы понять не можем. Ясно. Даже Оренцов это еще не сам Всевышний, но, тем не менее, уже это мы не понимаем. С того момента, когда выбрана какая-то точка, куда направляется свет, мир создается как воздушный шарик, который засыпается, и сколько он может вместить Божественного Света, столько он вмещает. То есть, в этом пространстве или по другой схеме, по классической схеме Аризали, Бог устраняет себя из какого-то пространства. Устраняет себя, чтобы в этом мире, в этом пространстве можно было создать мир несовершенный, но чтобы он был, чтобы в нем возникло человечество, которое могло быть партнером Всевышнего. Он создал мир, чтобы дать, как объясняют Абхалим, другие, дать добро чему-то вне него. А пока нет ничего вне него, никому он не может ничего дать. вот поэтому, собственно, Эра Абхалим не то, об этом говорит. Первое творение это... Похоже, на хама зависла. Что-то слышали меня? Сейчас слышно? Вот сейчас да, сейчас вернулось. То есть в отношении между людьми тоже дать место другому человеку тоже не занимать все пространство. Внутри себя, внутри мира, в котором ты живешь, дать другому место. Это вот как бы моральный урок темцу. Тем не менее, если бы это пространство стало совершенно пустым, то непонятно, как бы там вообще что-то могло создаться, как в мире бы возникло божественное присутствие, на чем бы оно основывалось. Поэтому, есть такое понятие решимо, там ничего нет, оно пустое, но все-таки там что-то есть. Есть воспоминания, росы, впечатления от того, что там было раньше. Отпечаток какой-то туманный. То есть, это что-то, с одной стороны, это неявная вещь, а с другой стороны, она очень, как мы сейчас читали, она очень базовая. Она никуда не девается никогда. Сколько бы цимцумов ни происходило, решимо, первоначальные впечатления, вот этот отпечаток божественности, который был в пространстве, в пустом пространстве, после Паризаля, в котором было создано в результате цимцума, оно всегда остается. И вот там коренится душа Израиля. После этого цимцума у нас есть разделение на круги и на прямые линии. То есть, это тоже какие-то символы. Круг, это символизирует собой что-то природное, потому что у него нет направления шара, у него нет, у него все однородно, нет никакой цели, нет никакого продвижения, оно, это природа, это природа нашего мира. божественное сообщение, божественный свет, который входит сюда и направляет все это творение в какой-то цели. Это разница между Гулим и Йошель, тут она тоже подчеркивается. Эти все Гулим, они создаются после цимцума, они не относятся к решиму. и поэтому там, где находятся души, они находятся в решиме. То есть, очень-очень высоко или глубоко, как на это смотреть, в них хранятся основы божественные этого мира, и на их основе возможно только привести избавление. Стоп. Извини, что я отвлеклась, если есть какие-то вопросы. Есть вопросы? Нет? Я вообще, как тебе кажется, понятно объяснила? А вот эту решиму, оно из себя представляет, что? Свет или сосуд или свет, не сосуд? Нет, нет, не свет, не сосуд. Это отдельное понятие решения. Это какой-то отпечаток такой. Это какой-то, не знаю, тень или схема какая-то, которая с одной стороны она не видна, а с другой стороны не уничтожима. То, что осталось от божественности, когда там ничего не осталось. Ну, как бы наша память каких-то подъемов. Может быть, это похоже на память. Да, да, да. Да, потому она называется решима, росы. То есть, ничего не осталось, а память осталась, да. Ну да, память о каком-то соединении, подъеме, ну, бывает у всех. наверное, у людей подъем какой-то, и кажется, что ты просто видишь высокий свет, много. Вот. Поймите об этом, наверное, не всегда, но память остается. Да. Я так понимаю. Да, ну, в общем, конечно, человек говорит на человеческом языке. На тех образах, которые мы в состоянии воспринять, и сравнить с собственным опытом. Иначе мы ничего вообще не могли бы сказать или понять. Понятно, что все это только символы, и у каждого человека они связаны с каким-то личным переживанием, личным опытом, но более-менее это описывает, это окончательно не решает парадокс. Например, Робин Ахмад, который он все время между двумя полюсами. Есть там Всевышний после Цумсума или нет там? Как он может там быть, если он там есть, как мог быть создан мир? А если его там нет, не может быть такого, потому что он находится всюду. Да? Ты помнишь? 64-й, помнишь? Да, 64-й. А? 64-й, да. Вот. Очень известное Робин Ахман рассуждение, которое показывает вот эту вот парадокс, может быть, который многие ощущают в этом подходе Аризаля. Ну, вот интересно решается этот парадокс большим каббалистом 20-го века Лешинг, который был ученик, из учеников милинского уговора, что у него вот он описывает это Цумсум как выбор точки, и поэтому не встает вопрос, что там его нет, Всевышний. Он есть всюду, но когда точка выбрана, это уже Цумсум, это уже изменение какое-то в бесконечном свете, и поскольку в эту точку входит более гармоничное представление, там входит свет и мир развивается в соответствии с тем, сколько он может получить в Божественном свете. Но это немножко другое. Это уже после Цумсума, поскольку, так сказать, точка выбрана там, то Решима там есть, потому что, хоть она сейчас и отличается от всех остальных, но когда-то она была как все. То есть, это вот замечание памяти, оно как раз тут подходит. Ну да, отпечаток, да, вот то, что Елена говорит, когда у нас какие-то постижения, подъемы, да, это вот мы поднимаемся, да, а потом у нас остается об этом память, эта память нам какое-то время светит, да, на пути. Тогда продолжим, да. И хотя число Цумсумов бесконечно, это не добавляет и не умаляет свет Решима. Мир Олам, пребывающий в сокрытии на Элам, однокоренное со словом мир, был создан из Игулим, и потому в мир нужно привести избавление. И смягчающий приговор это тот, кто говорит что-либо слова от имени сказавшего приносит освобождение миру. Да, это есть такая знаменитая фраза в Талмуде, я извини, тот, кто говорит слова от имени сказавшего приносит в мир избавление. В Талмуде это простое понимание, это действительно, когда ты передаешь какую-то Аллаху или знание, ты должен сказать от кого-то его получить. Это очень часто длинная цепочка, но не будем сейчас касаться этого, почему эти цепочки еще, у них есть дополнительные какие-то смыслы. Ну, сказал Раме, сказал Раме, сказал Раме, это не важно. Сообщает Галахо, а вот кого-то услышали. Это смысл в Талмуде. Но Раме тут делает как бы мидраж этой фразе, он ее толкует по словам, видит в нем дополнительный смысл. Тот, кто говорит, это Господь, который сказал и стал мирным. То есть, получается, это Тора, да, вот это речение Всевышнего, которое пробивает вот эти все сферы, да, эти все и гулим, и проводит канал. Да, да. Получается, если как бы говорим источники цитат, да, то мы подключаемся к этой линии, да, и к изначальному слову Всевышнего, о котором он даровал. Это сведение двух смыслов в один, как бы, да. Намек на это содержится в имени Эстер. Эстер – это сокрытие, а Мардыхай – открытие. Эстер рассказала царю от имени Мардыхая. Таким образом, избавление Израиля началось во времена Мардыхая и Эстер. В этом была сила хасидизма, который подчеркивал основу веры, приходящей от Отца. Однако, сегодня некоторые подчеркивают именно роль Учителя, и это начинает попахивать отступничеством. В молитве мы говорим «Отец наш, царь наш». Давайте рассмотрим разницу между отцом нашим и царем нашим. Отец наш относится к Торе, а царь наш – к служению. Так мы говорим в молитве «Верни нас, отец наш, к Торе Твое, и приблизь наш, царь наш, к служению Тебе». Разница между отцом и царем выражается в том, что пришел царь Давид, и Всевышний сделал его царем над всем миром, в отличие от Авраама, который стал отцом Арама, а в конечном итоге стал отцом для всего мира. Почему Авраам стал отцом Арама? Ну, он из Арама. 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 И он как бы там сделал души, да, я думаю, поэтому. А, само слово, да, Авраама. Да, да, да. А отцом всего мира – это в будущем, так я думаю. А, значит, Авраам – это отец всего мира, отец многих народов, да, как сказано. А Давид – это царь всего мира. Да. Интересно. В чем разница между отцом мира и царем всего мира? Шнелу Хотабрит объясняет, что корень исправления – это Авраам, а завершение исправления – это Давид. Задача человека – это исправление. Тора праца. А средство для исправления – это Тора Моше. Заповеди. Тора заповедовал нам Моше наследие обществу Якова. Заповеди происходят от свойства бина – разум. И это мир исправлений, предшествующий этому миру. И заповеди связаны с ним. Раскаяние бина предшествует миру. А кому принадлежит Тора – дворцу мира? Мы снова приходим к тому, о чем мы уже упоминали. Тот, кто говорит что-либо от имени сказавшего, приносит освобождение миру. «Уточнил, сказавший это Господь, и Он приносит освобождение миру». Ну вот, мы так дочитали это. В следующий раз у нас будет другое приложение, которое говорит о сотворении миров, «Страфственное действие». Это тоже важное. Будущее попробуем закончить тогда. Нет, так еще будет одна раз. Посмотрим. Или, может быть, начнем следующую книгу в качестве загравки. Но я все-таки хочу сделать перерыв между этим и следующим. И спасибо, что все были с нами. И если кто-то хочет что-то сказать, я бы рада была. А что-то есть в чате, извините? Объясните. А, это я спрашиваю, объяснять или не объяснять? Да. Можно объяснять, много раз можно. Проясняется. Проясняется со временем. Ну, можно и словами сказать, голосом, если что-то непонятно. Может быть, я иногда убегаю далеко, можно меня прервать. Это, на самом деле, надо говорить сначала, а не в конце. И это лучше, чем если что-то осталось непонятно или неверно понять это еще. Нет, все понятно. Спасибо вам большое. Ну, спасибо вам, что были с нами. Спасибо. И до следующей недели с больной помощью. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. До свидания. Окей. Всем счастливо. Пока. До свидания. До свидания.